В момент живой трансляции ежегодного события, на котором Лэй Дзюнь стоит в центре внимания в этом году. В 2023 году произошло великолепное событие и мир увидел официальный дебют смартфона Xiaomi Redmi K60 Ultra. И мы все с вами знаем, что этот смартфон появится на глобальном рынке, его немножечко переименуют, но все характеристики останутся точно такими же. Подробнее об этом смартфоне сегодня я вам все расскажу, распишу и покажу, а перед этим немножечко набью себе цену. На этом канале вы найдете самый уникальный контент на ютюбе. Да, друзья, повторюсь, самый уникальный контент на ютюбе. Потому что нет другого канала, на котором вы увидите все характеристики, расписанные на доске, но и сопровождающие все это очень приятным, красивым голосом. Да я вообще крутой, спасу нет, а главное скромный. Но, как говорится, сам не похвалишь, никто тебя не похвалит. Друзья, с вами Эд Скрайбер и сегодня лучшая новинка примерно за 350 долларов. То есть создатели демпинганули и скинули цену настолько, насколько это в принципе возможно за самый заряженный смартфон в этом году. Итак, погнали. Этот аппарат олицетворяет ключевую веху, ибо эта серия засияла благодаря защите IP68. Да, 2023 год пришел и наконец-то Redmi установили защиту IP68. Правда, под воду или в море, куда бы то еще, я бы этот аппарат не советовал засовывать. Как говорится, от греха подальше. Стартовая цена, как я уже вам сказал, 2599 юаней, примерно 350 долларов. Но по курсу на сегодня, друзья, переводить, потому что цена на доллар гуляет туда-сюда, обратно. И каким образом она будет выглядеть завтра, никто, друзья, не знает. Но в целом сейчас происходит падение, очень приятное падение. И за это ценник, конечно, все круто. На Алиэкспрессе я его еще пока что не нашел. Как только я его найду, обязательно выложу на своем телеграм-канале. Все ссылочки, друзья, на телеграм-канал в первом комментарии, также в описании. Обязательно найдите, подпишитесь. Там интересные товары для вас я, друзья, каждый день выставляю. Это устройство доступно в трех захватывающих цветах. Я попытаюсь их сейчас произнести, не знаю, правильно или нет. В общем, друзья, что-то такое в китайском отношении. С очень тонким профилем, 8,49 мм и весом 204 грамм. Да, друзья. А здесь, я вам напомню, хорошая большущая батарея. И они умудрились уложить ее в 204 грамма. Плюс IP68. Все очень классно. Его дизайн украшает интегрированный металлический декор, полностью исключающий необходимость в каких-либо лишних элементах. Задняя крышка этого сокровища украшена характерной текстурой, выполненной из углеродного волокна. В этом сочетается искусство, инновации, созданного настоящего произведения и искусства. Но переходим к самому интересному. И вы скажете, Эд, ну давай уже перейдем к железу, там самое интересное. И на самом деле это так. Передовые технологии начинаются с сердца этого смартфона, флагманского процессора Mediatek Dimens 9200+. И это один из самых... Нет, друзья. Это самый мощный процессор на сегодня. На всем белом свете. Если мы говорим только о телефонах. Итак, Dimens 9200+, лучший процессор, самый мощный процессор на сегодня. Мы получаем всего лишь, друзья, за 350 баксов. Просто какая-то красота. Также этот смартфон оборудован чипом дискретного дисплея Pixelworks X7, который придает экрану невероятную производительность и качество изображения. Да, об экране немножко позже поговорим. Он здесь уникальный. Внутри устройства вас ждет впечатляющие возможности для хранения и обработки данных. Он способен вместить в себя 24 гигабайта оперативной памяти. И причем типа LPDDR5X. То есть самая лучшая, самая мощная память на 24 гига. Майнить биткоин, друзья, просто на изи. Все это обеспечивает хорошую безупречную работу в многозадачности, быстродействии и так далее. Встроенная память UFS 4.0 абсолютно самая лучшая и самая мощная на сегодня. И версия на 1 терабайт тоже присутствует. Что позволит вам сохранить вашу ценную информацию. Да и всю жизнь вы можете запихнуть в этот смартфон. Чтобы ваш опыт использования был еще более потрясающим. В Redmi K60 Ultra введен новый движок Furious Engine 2.0. Этот инновационный механизм призван улучшить каждый аспект вашего взаимодействия с устройством. Делая его работы более плавной, быстрой и удовлетворительной. Итак, все характеристики вы видите на своем экране. Подчеркнем, что MediaTek Dimensity 9000 Plus. Это действительно впечатляющий процессор с рядом улучшений. Который делает его заметно усовершенствованным по сравнению с предыдущей версией 9200. MediaTek превзошла сама себя и увеличила скорость набора на всех ядрах процессора. Обеспечивая более высокую производительность при выполнении различных задач. Это особенно актуально для кого? Конечно же для геймеров. Которые ценят быстрое действие своих устройств. Чтобы они не тормозили, не подзависали. Иначе от этого зависит успех. Энергоэффективность это вторая фишка этого процессора. Если говорить простыми словами, у вас больше энергии от самого процессора. А энергопотребление гораздо меньше. Ну в общем друзья, такая фишка. Есть и другой алгоритм, который позволяет этому процессору работать в определенном режиме. Выбор между производительностью и автономной работе. Благодаря улучшениям процессор геймер получит возможность убирать между высокой частотой кадров и продолжительностью автономной работы. Это добавляет гибкости и позволяет настроить устройство под конкретные потребности. То есть хотите играть больше, чуть снижается качество. Хотите играть на максималках, тогда батарейка закончится немножко раньше. Все на ваш выбор. Ну и пожалуй процессоре на этом друзья закончим. Также добавлю, что здесь установлены 30 игр с частотой кадров 144 Гц. Напомню, что не все игры это поддерживают. Здесь друзья автоматически залили эти игры, чтобы подборка была абсолютно точной. И можно было воспользоваться всеми прелестями этого смартфона. Но отмечу, что это только для китайской версии. Для международной версии скорее всего этой фишки присутствовать не будет. Подождите, это вы сейчас что хотите сказать? Далее поговорим об экране. Здесь тоже есть о чем сказать. Размер экрана, додумайтесь, 6,67 дюймов. Не меняется этот экран примерно 3 года. Разрешение примерно 1,5к. Это создает детализированный и остросюжетный опыт в любой ситуации. Максимальная яркость, друзья, заявлено 2600 нит. Честно говоря, пока не верится. Нужно проверить и увидеть все это своими глазами. Но если это так, то солнце будет лупить в упор. А на экране будет видно абсолютно все. Частота обновления 144 Гц, конечно же, автоматически. От 1 до 144 Гц. То есть умная герцовка. Далее вы спросите, что по шиму. А по шиму я вам скажу, что шим уходит в далекое прошлое. Потому что здесь шим 2880 Гц. Ваши глазки не будут болеть. Ну и снижается нагрузка на глаза. Особенно в темное время суток, когда экран немножко приглушен. Может быть они облажались по батарее. Ни в коем случае. Батарея на 5000 мАч. Друзья, все, что я вам назвал до этого, уже очень сильно радует. Но и батарейка не подвела, очень большая. А зарядка так и вообще красавица на 120 Вт. И заряжается этот телефон до 100% за 19 минут. Не успеете обернуться, телефончик уже подзарядился. Очень классно. И на самом деле все флагманские функции присутствуют в этом смартфоне. Что соответствует названию Ultra. Далее поговорим о камере. Здесь она тоже неплоха. Если мы говорим об основной камере на 50 Мп. Она здесь от компании Sony. Никаких OmniVision или же каких-то левых других марок. Sony IMX800. Отличный, хороший датчик. С высоким разрешением позволяет вам снимать четкие и детализированные фотографии. Даже в сложных условиях освещения. Технология Sony IMX800 обеспечивает высокую чувствительность к свету для великолепных результатов даже при низкой освещенности. Оптическая стабилизация изображения, конечно же, есть. Если ваши ручки потрясываются после вчерашнего, никаких проблем, друзья. Все будет выглядеть красиво и аккуратно. Ширик на 8 Мп, стандартный, даже говорить о нем не буду. И зачем-то сюда впихнули 2 Мп датчик. Это макрокамера. Далее 20 Мп объектив. Это передняя камера. Другими словами, это селфи камера. Другие фишки этого смартфона. Это линейный двигатель OCX. То есть, так называемый выбор движок. Он тоже здесь был проработан и вышел на новый уровень. NFC для бесконтактной оплаты. Кому это еще нужно? Ну и для разных других фишек он здесь тоже присутствует. Два динамика для хорошего звука. Пыли и влагозащиты, я уже вам говорил. И обновление до MIUI 15. А какой Android будет, пока что неизвестно. Но, скорее всего, до 15 версии Android тоже возможно дотянуть. Итак, друзья, переходим к самому интересному и самому главному. Это, конечно же, цены. Итак, аппарат на 12256. Друзья, вдумайтесь. 12 гигов сразу же вам дарится оперативной памяти высшего качества. 256 тоже очень даже круто. Ценник 363 доллара 86 центов. Вы меня спросите, а где же обещанный 350? А я вам скажу, друзья, что на Али 100% собьют цену до 350 долларов. И даже, как обычно бывает по классике, 349 баксов мы получим. А учитывая тенденцию прошлого, что глобальная версия всегда стоила чуть дешевле на 10, 20, либо 30 долларов, то 349 долларов, друзья, за минималку в легкую сделают на Алиэкспресс. Еще раз повторюсь, все цены будут на моем телеграм-канале. Обязательно проходите и подписывайтесь. 16, 256, 391 доллара, 16, 512, 419 долларов, 16 гигов и 1 терабайт 461 доллар. Но если вы хотите улететь куда-то в космос на этом смартфоне, то 24 гигабайта LPDDR5X и 1 терабайт UFS 4.0. Финальная цена 503 бакса. Доступна она будет с 22 августа. Конечно же, цены могут измениться, на все это влияет курсы, инфляция, ну и бла-бла-бла. На этом у меня, друзья, все. Надеюсь, видео вам очень понравилось, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал и в комментариях напишите, что вы думаете об этом смартфоне. С вами был EdScriber, всем пока-пока.